всем привет на канале swap . и это новая серия про наш порт транзит как вы видите такое ощущение что мы опять начали разбирать машину но она обманчива мы не начали разбирать мы просто постоянно что-то чуть-чуть там сам доделываем например я как бы приехал крашеный крепеж я собрал то все поставил влажнение блок управления не сделал ну это сам флянчик не прикрутил к вентилятору такой ну четыре болтика отвернул вентилятор естественно сейчас туда нарисовал такой переходничок на блок управления двигателя на сам короб тоже нарисовал такой переходничок сейчас эти все на лазерки вы движется это тоже будет входить в комплект и это будет также выгодно тем людям покупать кто просто ставит массовский вентилятор удобно будет чик-чик-чик прикрутил с такой коробкой ну там короче смотрите видос я все покажу если что при свапе даже нет в автомобиле она все равно вам пригодится вот что сейчас подключил у нас готов полностью в пуск холодный вкус готов вот такой красивенный 89 труба впуск тут 76 от majesty фильтр все прикручено вот тут у нас разместился от бмв за техновский бачок гура фэби вот далее у нас получается насос у нас фордовский и пошло-поехало все тут охлаждение все подключено на гур то есть коробочка все подключено сейчас задача какая сейчас задача у нас сверх сложная ну короче сейчас не так трудно не так просто как раньше типа вот все без работы сидели беда ёшим и они все токарят сейчас вот прям вот свободного чипа ушника найти сложно вот если ты занимаешься чипу в питере и тебе интересны всякие финтиклюшки блять напиши мне а пожалуйста в ватсап номер в описании всегда и это может быть сработаемся короче чипу ушники прям нужны вот грубо говоря что сейчас заказана вот такая хрень с алюминия за 16 грубо говоря человек сейчас взялся ну сказал посмотреть не знаю через какое время будет готова обычно сроки изготовления вот всякой вот этой хрени а почему не пошло потому что мотор как бы близко очень к радиатору все расстояние все они вот такие короче упирается шкив гура у нас в одном месте и поэтому на родной вас и доски не можем поставить но раз мы будем делать одну такую чтобы было все красиво мы шланги мастерские походит не будем сделаем плянчики 2 и уже приварим сделаем выводы хорошие такие алюминиевые потом анодирование сделаем будет все красиво но иначе алюминиевые вот по сути с этой машины осталось вот две такие дюральки вытащить сделать патрубки залить жижу вот сюда надо головую плюсовую клемму купить и в принципе уже начинать делать проводку вот но 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 свободное время мы также любим заниматься херней херню сейчас я вам покажу о вы видели такой старте реальный башка пролазит такой магазине не купите мы собрались короче на день рождения sunbrisket вот ну и подарим им вот такой вот старте я думаю пацанам будет прикольно у них только такой будет железо полторашка нержавейка сварена в аргоне ну дениска варил потому что у меня сварщик заболел турбач вот варил я давно не варил сколько у меня опыта мало по аргону но как бы пивко пивко вот такая вот штука он достаточно тяжелый зато не прогорит все мощно как всегда любит дэнчик кстати вы если захотите себе такую штуку вы можете обратиться к нам мы сделаем вам такой же со свап . можем со свап . можем написать то что вы хотите но свап . прилагается но свап . это обязательно это обязательно но пацана мы делали они занимаются мясом sunbrisket что наберите мы найдете в яндексе вот они мясом занимается коптят очень вкусное мясо и им просто необходим такой вот здоровый прям стартер вот если делать себе но это не 20 сантиметров 15 сантиметров уже будет достаточно вот такой поменьше надо будет себе тоже сделать но уже 15 на 15 потому что такой прям тяжеловато и он будет кстати легче ровно насколько на четверть наверно да ну короче легче что еще ты больше ничего интересного пока нет вот все продолжаем делать ford так ну что мы изготовили переходники из дюральки и сделали вот они выглядят принципе вот как то вот 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 как то вот там вот так то есть они защелкиваются патрубки на быстросъемах то есть все четко вот отсюда кстати можно заснять вот там изнутри если хочешь вот принципе вот так по подкапотке все патрубки у нас силикон естественно тут вот у нас один патрубок тут два соединяются трубочкой воздух воздух из радиатора воздух из патрубка выходит и выходит в бачок то есть с верхних точек все ушло в принципе капотка достаточно красивая сейчас осталось это накрыть вот этой штукой и все так ну что охлаждение для блока управления двигателем вот такая штучка с нержавейки сделана вот с той стороны будет вставляться далее у нас получается вот куча колечек колечко для центровки покажу и сверху такой шапочкой точечной сварки заварим и все будет у нас четко вот это на радиатор вот такая штука помп просто на клепочки и будет холодный забор воздуха из то есть продувка блока управления двигателем сейчас будем варить вот если что при покупке комплектов когда вы ставите узет или что-либо с такими коробами вот он тоже может появиться облегчает время прям чик 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 я вот думал думал нарезался кофе не все так ну что с помощью сварочки и пильные вот этой хрени отпиливаем кусочек в три сантиметра и все это дело красиво в варгоне провариваем вот сейчас что сейчас туда вот примерю все это дело соберу и будет все бомбически и будут у нас готовы и так сказать уже охлаждение под блок двигателя то есть уже можно будет собрать морду на форде охлаждение конкретно все подключить мозгов останется только охлаждение двигателя подключить вот эти срезеровки все штуковинки достать в целом работаем так ну что продолжаем нашем комплекте для охлаждения блока управления двигателем для продувки такая вот хрень для радиатора для ускорения процесса так сказать в любой комплект можно положить нержавеечка все красиво на 4 клёпочки чипоньку присобачиваем далее имеем корпус блока управления тут есть такое отверстие как нему приделаться пару раз бывало со шлангами приходила в основном приходит вот так берем вот такую хрень вот такую штучку берем не привариваем трубочку красиво все тиком и варим далее вот сюда это все дело вот так 38 труба далее с такой центровочное колечко не знаю зачем но всегда когда по центру красивее это никто не увидит никогда в жизни но она плотненько одевается вот сексуально плотненько оставляется чуть-чуть центруется далее берем еще одно колечко и уже также плотненько суда все далее сейчас вот тут сварочкой три точки все место где можно прям по трубок одеть а это к радиатору и это все нужно будет шлангом соединить все тогда блок управления должен служить верой и правдой охлаждение делаем 15-16 года машинки начали околевать час уже сколько лет прошло 20 лет блоком вот короче в жару бывают глюки уже . короче вот как то так никогда она в питере не нужно было и вот спустя столько лет первые машины которые делал сейчас там накочуриваются что делать охлаждение вот подход долгий но мы считаем что качественно все сейчас что попробуем точками поставить сварку тут прикупил короче веселенькую она короче холодной сварку этот валентом рад мечта 6 секунды по 100 60 ампер 30 ампер 160 180 бахнем что-то конкретно 181 красивых так это не надо сделать куда-то или надо точить таким электродом не получится дал к точку вот все сейчас у нас это не дырочку делаем вить ком туда гермитосик очкой к на вклеивается и все все у нас будет четкой прессе я покажу хотя это только что в голову пришло и полем все пропало такой блин не пропала вот так что и дела берем сюда допустим ну и простреливаем где-то здесь отверстие дальше берем витек идея родилась очень быстро спонтанно сперва я думал фигню потом почему и вот так вот все у нас там сейчас все вклеится и будет охеренно то есть у нас болтаться не будет еще четенько все главное чтобы там не болталась вот все и отсюда мы уже 38 пойдем туда красиво поведем вопрос где купить дешевые патрубки не силиконовые надо какой-то же русский магаз съездить 38 какие-то набрать вообще похер какие ну и все сейчас охлаждение сделаем и конечно и завтра сгоняешь в гатчину купишь на радиатор и все и уже грубо говоря останется только проводка едва вот этих патрубка сейчас ванька фрезерует уже вытащил осталось резервную только останов занят неделя-две может быть придется ждать вот это у меня конечно все ну что пришло время доделывать форда такая вот штуковина распечаталась смотри какие зазорчики да все баряну это предстоит перетягивать вот пока это волосянка но это все равно будет чистится вот данная штука она будет приделана так сказать к родному присверлена вот далее вышпаклевана вот к этому кожуху а мы покажем далее будет сейчас офигачено как-то будет кожуху а где кожух кожух там сейчас принесу не выщелкиваю или надо выщелкивать выщелкивайся мне кажется очень а знаешь что ты там плохо отшкреб нет там за заусенцы давай померяем давай марина кино не будет бля а может и будет там внутри за заусенцы зацепилась за вот эту штуку глядя как снять и сюда не снять до 37 часов вот за эту за заусенцы зацепилась вот эту штуку и надо просто а там и когда включаешь неизвестное положение тут выскакивает . нет да вот чувствует на чувствовать марина млять нас опять нахуй в комментариях не сосить будут да и ну тащи и ослепитель ты вообще я не буду больше мерить малыш и найдем к той штуке приложим пойдем приложим он такой ленивый не хочет ли на самом деле он тут мучиться с проводкой ничего ничего я кстати все сделал у меня кондит заработал да и посмотрите на этого мужчину он молодец вообще молодец а кстати смотри давай мы чуточку рекламы так если вы свапаете газелечку газелечку или подвиг там что-то у вас свапчик да какой-то вы у нас можете приобрести вот данный разъем на 3 узет у нас наличие их 6 штук вот этот разъемчик полнарами тысячи рублей и далее вы можете у нас за 2000 рублей привести коробочку вот это все дело для свапа своей газели чеки ну мы же должны себя рекламировать сама реклама разрешена еще пока не штрафуют да нет я хочу спросить помнишь мы такую точечной сваркой варили такой для охлаждения штучку до ее тоже сейчас посмотрим вот короче можно приобрести разъемы на 3 узет сейчас я покажу у нас наличие 6 штук вот шесть разъемов с длинными проводами не как у шлепки когда обрезают а с длинными проводами вот шесть от таких разъемов такой разъемчик четыре с половиной тысячи вот если интересно их 1 2 3 4 5 6 штук у нас наличие вот то есть купили так сказать и свапнулись и тачку также есть на 11 на 112 gz 1 gz 5wz тоже разъемы есть доставать не будут но их пара только вот пара получается 3 рубля если интересно опять же можно 100 . магазин можете так позвонить много чего если вот коробка 2000 рублей их тоже много наличие так что если что обращайтесь пойдем возьмем она же для этого короба правильно вот для этой штучки нет я подругу чего-то а эта штучка пойдемте а для охлаждения мозгов у нас есть еще такая штучка ну как бы 500 рублей ну да может быть дорого может дешево ну вот сварено уже маленько прожарила от полок вода попала вот такая штучка на радиатор пинч и по трубкам соединение есть кстати на 6 ступы у z вот такие штучки она с обратной стороны ставится да и вот таким колечком она фиксируется вот то есть тут втулочка колючка все дела фиксируется и все четко сварочный уголок то насколько красиво да запылился собака подкладки подкладывает опачки сначала отсканировали нашим сканером с комфор мы можете тоже к нам обратиться мы молодцы у нас все есть самый прикол что у него бросит идет вот это вот чтоб всю хрень не переделывая селектор вот и чтобы это все было красиво и потом это все обтянуть я еще не знаю хочу делать вот с этим чемоданчиком а барин вот так обтянут уже как-то делать вот и теперь у нас вот эта штука остается нам нужно сейчас вот это все что у нас осталось нам нужно отпилить допилить распилить тут заточить подточить потом эта штука вся вот так вот сюда пришпандаливается вот так вышпандаливается вот так вышпаклевывается и делается и вот такая вот хрень получается отлично она как будто там было вот вы потом увидите как станет вообще пушечный трудов тут еще немало вот это вот все дело шпаклевать тут изначально простая такая нужно подогнать чисто шурупами скручивается тут тут она превращается в одно целое а дальше в шпаклевывание вот как-то если кто-то занимается вакуумной формовкой может делать вот такие хрени напишите может созвонимся у нас есть 3d сканер мы можем предоставить модель если вы для нас будете делать данную продукцию да допустим можно с газа ли можно газы листов вот так какой-то селектор определенный вот на газели можно делать если вы будете делать я потому что видел вот эти штуки на nexta фабрично ну да их там делают наверное в каких-то там ебать каких масштабах но если сделать какой-то селектор на газель я вас бесплатно отрекламировал вот реально вот просто самому проще было бы я бы его купил бы у вас приклеил бы его цветок у нее занимается не люблю вот потому что тут никакого развития тут просто вот-вот и пиздец сидишь точишь левать а меня аж трясти начинают ну ничего скоро уже дать добьем так сказать вот ну все что по дисковери блин эта серия про форт и дать форт нахуй тут дисковери уже блять год скоро будет все сейчас выключить и не выключишь мы продолжаем сюда по дисковери чтобы знали мы без работы не сидим мы думали думали где-то с месяц машина стояла у меня был мозговой штурм всегда нужно отпустить ситуацию чтобы не наделать хуйни вот по жизни вот отпускаем ситуацию думаем потом надея сама приходит тебе что я надумал холодный вкус тут делаем это ладно это все стабильность вот надо будет вот так как-то сделать все будет четенько и соединяться будет наверно доведем как-то еще еще тут поделаем что не прикольно сделаем будет красиво 89 труба далее думали мы думали с радиатора и по итогу приняли такое решение отпилить его нахер вот так и сюда сварить бачок сейчас мы это все разработаем сделаем и также это можно будет приобрести в сад . магазине у нас получается родной радиатор candy и родной радиатор интеркулера и родной радик основной ну только переваренный бачок по низу он все подходит все в родных креплениях все красиво как всегда вентилятор аля mercedes 211 все и у нас кассета такая получится божеская сейчас все нарисуем и то есть он по переду будет вообще выглядеть как будто завод ну если только бачочек будет отличаться но у нас вся кассета будет четко то есть интеркулер нормальный огромный там кондеешь него сейчас добиваем потихоньку осталось немного вот но связи с тем что мозг я электрик я все я я нихуя не успеваю вот как-то так поэтому так вот если вы занимаетесь электриком вам интересны и минус ваку пишите говори ищу электрика на постоянно толкового который будет звоночка до звоночка так сказать крутить проводочку ну все такое ну а так чем всем пока удачи а неудачи и не пока неудачи удачи но всем до следующего включения сейчас мы короче фарда доделаем добьем его нахер вот осталось по сути немного от меня уехал сегодня позавчера газелька уехала или да позавчера они не знают еще про газель штука нет про газель вообще не знает вообще вот мы сейчас газели не снимались давайте расскажем про газель вот мы ферсине уже отдали мы и даже не снимали потому что начало было начало было но настолько не интересно вот газель грубо говоря делается стабильно где-то но если без газа три недели лет от трех недель и пока не сделаем если с газом от четырех недель и пока не сделаем но сейчас эта машинка пока ждет фары тут еще много чё по допам на форт наконец-то готова прошивка поэтому данная машинка вот сейчас получается в понедельник что будет сегодня у нас 4 четверг до завтра пятница вот в понедельник будет ровно четыре недели как она но на каком-то и так вот тут в принципе осталось только проводка селектор фары приедут от девайта ссылочки на него оставим в описании так что если кому переделать головной свет также можно в уфе это все сделать вот что у нас еще духу надо подключить короче тут в основном электрика рукой что там есть у нас есть такие флянцы мы продать да у нас есть вот такие флянцы данный флянчик у нас получается по 500 рублей а вот данный флянчик не помнишь у меня не выставим по-моему по 5000 или по 4500 я не помню почем мы их продаем вот так что если что можно вот этот приварной флянчик на фрезеровочке подкупить и данных властин до податчик труба обычная 7 6 сами вы вмеряете этот угол фильтры газели спинного образца покупаете вот эту пластмасску отпиливаете этот флянчик прикручиваете это это газели ска резиночка ну короче как то так и короче по серию про форт мы расскажем все по подругу чё в серию серию про форт но это блин уже у нас еще есть крепеж под форт лана все давайте а то я давно камеру не включали мы реально не включали неделю три к газели за четыре недели мы четыре недели не включали камеру потому что жопу мыли я люблю автомобили все до следующего включения сегодня у дениса день икс он сматывает проводку долгожданных форт все последние штрихи последние на разъем не наступит я вижу штрихов вы слышали он не угрожает кашу угрожаю ходят не смотрят под ноги смотрите короче все он зря чтобы в режиме дрыгания ничего не отвалилась все нужно качество перемотать тойотовской изолентой хорошей не какую-то там заборная тойотовской не так на рынке смотри сказали на почек скале это тойотовская заводская зуб даю я такой как и все беру растает узкая заводская а вы в комментариях напишите пожалуйста вот это вот тойотовская заводская или нет вини тайп ну что у нас такая коса это у нас на блок управление идет тут у нас масса едва потом 5 вольт для еще что-то а и задняя скорость это вот на таком разъеме далее тут все штатные тут дополнительная масса ну я как бы вывожу массу ее можно обкусить я не буду их мало ли чего нибудь там пусть мешается вот далее у нас скручена вот здесь вот так у нас получается отходит салонную туда часть резистор на топливный насос на кондиционер на датчик фреона давления 5 вольтовый все-таки пришлось ставить тоже 12 работает машина вот далее заходит салон через уплотнитель тут у нас получается на кнопку спорт диагностический разъем и канада далее вот это у нас пошло педаль газа потому что педаль газа не качать какие штекеры нежелательно переводить нужно чтобы везде были позолоченные контакты как на педали так и на на блоке управления далее на круиз идет на руль вот ну а это уже на селектор ранды а этот как он на сам селектор это на тип троник по моему и на подсветку короче это так все такая вот косичка у нас получилось ну далее сейчас еще по этой части нужно замотать кое-какие провода выпинать но уже как бы все завершаем так что скоро все сейчас осталось кое-что по логам помудрить потому что у нас приложать кнопки спорт индикация не загорается на щитке приборов так вот спорт пока еще не загорается счета надо помутить и еще у нас вентилятор чуть-чуть неадекватно работает по кондиционер по охлаждению все идеально а вот по кондию надо чуть-чуть поддобить вот но это уже программа то есть поэтому спустя 8 недель я мотаю почему так долго потому что хвостик так сказать один а нас много так что хвостика там надо в омске клонировать нафиг и в питер отправить ко мне еще быстрее вот так что чем мотаю сейчас вставляю круче еще тут надо помотать ну короче делов много так по мелочи осталось добить и все но следом он газы потом дисковали еще изучение проводки в этот год очень сложный все сам все сам все сам все сложная работа как не могу найти электрика не приходящего ходящего нашел а вот такого чтобы постоянно в боксе был именно работа такие дела чего работаем дальше где мне фонарик лучше же лучше чем прикуривать принудительно наказательно и ослепительные опять принудительно наказательно делаем собираем потихоньку еще думаю вот сюда надо ему тоже сделать прикуриватель вот но тут такой прикол в этой тачке у него есть режим короче то есть в режиме обычном так сказать в cc если мы включаем до первый режим зарядки нет если мы заводим тачку зарядки работает то есть но как-то блять нелогично мне кажется нужно сделать какую-то хрень чтобы все таки зарядка работала ну когда машина заглушена хотя бы вот первое положение магнитола поет и телефон можно зарядить зачем машину-то заводить ну то есть ну вот конечно вот поэтому чё думаю вот думаю наверное вот эти две сделать типа суда скорее всего если что-то он будет регистратор подключать может как я знаю а вот эту наверное сделать все таки чтобы она в режиме cc работала ну сидел это все чтоб работаю расчеты взял что он здесь будет телефон заряжать они там например там же бардачок открыл там телефон лежит тогда пассажирский бахну ну тут закладные завода сделано завода подключу как есть а вот тот наверное забабаху и отдельно все-таки примотаю посмотрю где cc взять предки ну там но вот сюда короче бардачок сейчас бахну чё ещё расскажешь а это штучка готова да эту консоль барин сделал все покажу вот с этой стороны с этой стороны это обратная сторона свапа то есть заклеена мы можем не одевать ой 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 вы посмотрите кожа носорога красота какая но в целом да в целом вариант вообще красавчик так что если кому что перетянуть и к баре онлайн студия чемоданчик общем достойно выделяться не будет да и по пластику боялись что будет сильно выделяться но практически новые средства помыть там четко вот ford идет очень сложно на данный момент у нас запара у нас как бы сейчас все работает кондей все работает у нас сейчас фишка масса x эти аккумуляторы передел тачка стоит много чего не ковыряю на самом деле по ней еще работа есть по ней еще нужно отключить сигнализацию вот это китайские все переходнички это такая порнуха конечно мы вот если делаем переходнички малина там тетельку печатается там защелки да но это дорого это один переходник на магнитолу ручная работа 30-40 тысяч вот эта хрень чтобы вы понимали то есть обтяжка кожи и вывести вот ее да я грубо говоря от сканировал это если так посудить ну грубо говоря у нас свой сканер блять часа два работы пока все пересканируешь блять это пять пять тысяч рублей скан да далее нужно нарисовать вот такую штуку нарисовать но где-то в районе там десятки то есть человек должен потратить время 10-15 тысяч только нарисовать двадцатка у нас уже получается далее вот эту хрень потом когда она ее нужно распечатать минимум пластика уходит при наличии своего принтера блять одна бухта два килограмма килограмм 100 кило 100 пластика уходит где-то около 3000 сейчас нет еще давно мы еще закупили ну пускай полторы тысячи вот 21 500 пускай с пластиком при наличии своего принтера далее когда это все это нужно прикрутить потратить время ну ориентировочно подгонка клейка день уходит возьмем себестоимость дня хотя бы там 5000 рублей 26 500 дальше несем боре вот это все и это еще тридцатка обтянуть то есть мне с моими скидками вариант сделал за 25 если придете вы наверное это будет 30 35 тысяч что вот это вот вышпакаливать все что это реально на два-три дня промучился наверно не раз за 25 тысяч мы сделал но если вот так сходу нормально все чесноку считать блин вот эта хрень со всеми проектируются все херни это блять это бешен это тут просто скан 1060 только вот это вот хрей и вроде как дорого но ручная работа ручная она единственная и никакого колхоза не будет сядешь она как бы машина завод то есть завод защелнил завод есть конечно косячки доебаться можно всегда до всего там по зазорчиком чуть-чуть вот нас как бы тут опять вровень ту чуть выпирает но сейчас нужно не знаю поиграться с электром потому что сканировалось потом блять разбиралась потом одно другое может быть когда сканировали я не знаю может вот эта штука была она видишь тут защелки сломаны может и когда сканировал может он чуть-чуть приподнята была если мы сразу его так скотчем бы проклеили бы может что-то где-то короче мы вот в одном этапе наебались и пошло поехало вот но в целом как бы все тачка то работает вот сейчас вот за пары вот сам прикол с этими блин прикуривателя мы они в режиме ацц вот в этом режиме магнитола работает шайтан машина включайся дожди ацц вот ацц а во включается я не понимаю ничего без дисплея старый технологии непонятно вот грубо говоря она отключается а прикуриватели в этот момент не работает вот прикуриватели работают когда включено зажигание вот в чем у нас проблема нас тут подсветка все есть мы когда снова нажимаем у нас ничего здесь не загорается и когда мы нажимаем круиз у нас тоже нет индикации блин либо панель такая либо я не знаю короче вот сейчас вот все мучаемся там сейчас хвостик помучится еще если чё наверное так отдадим я не знаю короче я уже панель разобрал все диодики есть следующий раз машина когда приедет надо панель заснять на видео включить зажигание на видео заснять какие лампочки горят все протестить ну есть нетулять может не просто не заложен круиза мы мучаемся ну как бы не можем зажечь по идее должна зажечься но что-то у нас еще режим снег не работает именно по мозгам то есть тут то мы включаем мы сделали лампочка зажигается кнопка работает адаптер выдает потом уже нажимаю на кнопочку а у меня в диагностике режим снег не включается то есть ну как бы она вроде включается но в диагностике нету то есть его нету вот нужно победить это справимся ну а так чего колбасим колбасим потихоньку погрузить и вот осталось то немного по сути вот сигналку осталось еще поставить но вот вообще на сигналку не стоит сигналка кое-какие лампочки я тут особо не понимают что как она включается и как это раньше работала вот короче какой-то провод мне надо у меня там ты зажка было написано записано вот грубо говоря вот с сигналкой не могу никак отключить вот эту вот фордовская вот штуку сейчас будет громко вот от сигнала владелец хочет отключить так как это получается иначе фигня полная грубо говоря так все в принципе работает вот осталось совсем немного я не знаю кстати может целью завершим а следующий уже когда вы системы да затянулась уже короче всем пока удачи следующей серии мы на этой тачке вольнем сейчас уже серия затянулась там реально материала вот 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 так в следующей серии мы ставим сюда сигнал подшиваем сигнал машина уже реально очень долго у нас на свапе все из-за этого кондиционера я купил бы от датчика я мучился с этим кондеем я купил не оригинальный датчик потом купил уже ну который быстрее придет и обычно так всегда делаю сырю ну нормально пульман фирма думаю нормально возьму вся оригинал тоже можно поделку хапнуть взял мучаемся мучимости не ровно там заказал оригинальный приехал оригинальный ставлю датчик оригинальный понимая что опять ничего не получается роме говорю рома вскрывай жаблу свою туарега давай ставить датчик вскрываем торы датчик вольфлагеновский покупали ставим роме датчик не работает кондей нету никаких данных мы тут уже все уже понимаем что в это спустя на все эти процедуры где-то спустя 7 недель у нас получается что оказывается датчики не рабочие 7 недель там буквально работа с программистом и четыре дня мы заходим быстро что-то делаем ты в очереди в основном стоишь вот то есть все короче одно другое никогда быстро не бывает вот по итогу чего я в этот же день решаю проблему вот в этот же день я нахожу душный датчик ставлю и проблема решена мне просто три часа нужно было просто понять что не работает схеме я все грешил на адаптер мы с ростиком что-то там думали блин просто вот не понимали что и тут я понимаю что это датчик все и у меня теперь есть датчик за 4 200 оригинальный volkswagen-овский который не работает почему-то и его не сдашь потому что это электроника ну ты же наверно спалил ты же мудак а как бы я не мудак наверное вот пульмановский тоже есть но тут кстати дешевый по-моему 1300 1400 стоил вот по итогу у меня теперь датчиков на почти на 6 кусков и можно их выкинуть вот ладно про датчики про адаптер вот например ник не мне звонят и начинают обсирать какого-то производителя адаптеров то вот это вот мудак вот это тоже мудак и этот мудак я у него брала у меня ничего не работает люди поймите при свапе нету готовых решений нету для одного человека достаточно чтобы вот для какого-то достаточно тахометр вот заработала стрелка все свап готов для кого-то каждая лампочка важно кто-то вентилятор собирает на жигулевских рылюшка кто-то там на тойотовских блоках растут кто-то на мерседесских на вольвовских все мы разные вот поэтому ты когда покупаешь адаптер ты покупаешь заготовку чтобы у тебя минимально что-то заработало и потом долго-долго начинаешь это допиливать вот например но что типа я вот купил адаптер у меня все должно заработать ничего тебе заработать у тебя заработать минимально что-то а потом ты берешь ноутбук долго-долго снимаешь логи долго-долго их отправляешь корректируешь и вот потом у тебя заработал и когда следующий раз точно такая же машина приедете, вот ко мне приедет Ford я знаю какой адаптер, кто его делал, какие компоненты использовал я, какой датчик у меня, у меня все это есть я все это знаю, и следующий такой Ford, он реально механика месяц и электрика я не знаю, ну вот сейчас если эти кнопки добьем, электрика, ну вот я электрику на эту машину собрал за два дня и сейчас вот десятая неделя, мы добиваем вот какие-то лампочки кондей, вот мелочевку то есть грубо говоря, электрика на машину плотных таких два-три дня все готово но потом нужно это все добить чтобы это все работало, поэтому это очень сложно, сейчас кстати на газель ставлю сиденье от ранжровера пока не получается даже запустить его, вот нашел распиновки все вроде подрубил туда-сюда вообще не оживает, логи туда ему посылаю от ранжровер спорт восемнадцатого года, кидаю ему туда логи чтобы он хоть как-то запустился, не знаю еще сопротивление шины, позвоню что-то не получается, короче, вот не знаю интересно очень, вот это гораздо интереснее, чем ставить сигнализацию, есть работа короче в машине, которая интересная которая ты минимально развиваешься и оно интересное и ты делаешь, ты даже это можешь делать там, вот сиденье я могу делать день-два, бесплатно вполне ну если я это не сделаю и как бы мне интересно а вот ставить сигнализацию у меня вообще не стоит честно, ну тут сигналку ну ставят в каждом сервисе ты знаешь, это принудиловка такая ну как бы, ну надо поставить сигналку вот, поэтому как-то так не стоит вообще на сигналку но ничего, надо отключить я уже форскан скачал, я уже заплатил прогу купил, не могу подрубиться никак, все вроде сопротивление в шине ненормальное ланчем подключаюсь форсканом не могу мне нужно просто эту галочку снять все, дальше поставить сигналку и чтоб все это открывалось закрывалось не знаю, сейчас может по авито позвоню кому-нибудь найму мастера на час по диагностике форда может у меня программа в Крио встала я не знаю я никогда к форду не подключился не подключался форсканом тут форд без мозгов двигателя может ему нужен блок управления двигателя вот этот вин номер чтобы она подключилась короче много всяких но и но, 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 но вот, короче всем удачи, всем пока давайте завершим эту уже серию если что, у нас самый лучший крепеж для форда транзита для газели, для дискавери для всякой фигни так что переходи в свою точку магазин там очень много всякого крепежа а мне нужно достраивать дом так что берем в двойном экземпляре мало ли закончится все, всем пока но и немец Продолжение следует...